Дорогие мои рукодельницы, продолжаем разработку изделия. Почему так долго, почему так кропотливо? Потому что изделие не имеет аналогов. Я его разрабатываю с нуля и делюсь с вами этапами этой разработки. И вот в прошлых частях, кстати, эти части вы можете увидеть, ссылку под этим видео, мы с вами разобрали хитрости перемотки пряжи с бобины, чтобы было удобнее вязать, и тонкости создания полос в программе генератор полос. Обожаю всевозможные программки, которые забирают с нас вот эту рутину и полностью отвечают за свою работу. То есть создать такие хаотичные полоски самостоятельно очень сложно. Рассчитать изделия тоже сложно, поэтому основные неприятные процессы мы передаем тем, кто собственно для этого и предназначен программам. Одна нам рисует полоски, вторая делает расчет. Поэтому сегодня часть, когда мы готовые полоски из генератора переносим в программу Книд Стайлер. Я записала видео, как это делается. Смотрите под этим видео ссылку, переходите, изучайте. Если вам что-то непонятно, вы не понимаете, что это за программа Книд, как она работает. У меня школа вязания. Этой школе уже 10 лет и программа Книд Стайлер или дизайн Книд изучение. Это целый блок, целый курс мы посвящаем работе с этими программами. Для того, чтобы они как раз и занимались расчетом и разработкой изделий. Поэтому, если вам интересно, тоже переходите по ссылочке, смотрите программу и смотрите, что мы изучаем под этим видео. Так вот, возвращаясь к полоскам. Не надо думать, что полоски это просто тельняшка. Это скучно, это тоскливо, это шаблонно. Если бы это было так, никто бы их не вязал. Но, на самом деле, полоски это самый простейший узор. Это как народное творчество, это как народная кухня. Мы можем устать от экзотики, но от своей исконной народной кухни мы не устанем никогда. Так же и полоски. Это самый простой узор. Особенно это классная находка для тех, у кого механическая машина. Владельцы перфокарты электроники, особенно журных кареток, чаще всего вяжут вот эти механические узоры. Электроника, электронные жаккарды, перфокарточные жаккарды и ажуры именно кареткой. Потому что не для того машинку покупали, чтобы руками декером тыкать. Если же у вас механическая машинка, вопрос встает остро, как оформлять. У меня, кстати, есть масса ручных узоров. Тоже можете посмотреть на нашем канале YouTube. Огромное количество узоров, которые можно вязать руками. И самое главное, что все эти узоры, практически все, можно выполнять в виде полос. То есть полоса, это не просто яркие цвета ядерные, которые в глаза бьют. Это направление. Направление для отделки. Примером служит джемпер. Я сижу сейчас в джемпере паутинка. То, что вы видите, это полоски. На мне это просто горизонтальные полоски. Суть изделия в том, что мы его режем на 6 частей. И каждую из вот этих вот частей провязываем вертикально. И на ней просто горизонтальные полоски. Сшиваем, получаем вот такой вот необыкновенный эффект. Можно было сделать вышивку, но не факт, что вышивка будет ровная и аккуратная. А так идеальное совпадение. Другой пример применения полосок. Ажуры. Это изделие, опять же, является практическим занятием при изучении программы Книдстайлер. Потому что, видите, оно связано под углом выкройка, сложный расчет иметь, сложный контур. Если бы мы вязали по-простому, вот как обычно, начали снизу и вот пошли ломать эти ажуры. Они бы шли ступеньками. А ступеньки это слом. Это вот ломаная линия, как молния. Она агрессивная, она вот тревожность вызывает. Прямая линия, это логично, это спокойно, это правильно, это привычно. Так вот, вот такие вот линии, они, естественно, ломанные линии, они вызывают такое, ну, неправильное чувство неправильности. Тем более, что если у вас есть задача вывести узор в какую-то точку, сложно рассчитать шаг, с которым вы будете делать вот эти вот ступеньки. Ступеньки не украсят ваше изделие. Третий вариант применения полосок, это всего лишь указание, где вы можете выполнять какие-то отделки. Генератор вам генерирует эти полосы хаотично. И вы знаете, что синенькая полоска это ажур, красненькая полоска это полоска, там зелененькая полоска это защип, фанк, синенькая там еще что-то. Ваше изделие будет живое, непосредственное, интересное. У него не будет шаблона, оно действительно заиграет. Гардероб у нас должен быть разнообразный, он не должен состоять из трех одинаковых свитеров. Даже если вы любительница какого-то стиля, ну, там, кто-то любит классику, кто-то спортивный, кэжуал, неважно. Все равно в вашем гардеробе есть разные изделия. Есть свитер, джемпер, есть бадлон, есть майка, есть оверсайз. И все они могут быть связаны в разной технике. Почему бы не использовать там применение полос? Потому что вяжем мы не для того, чтобы что-то на тельце надеть. Сейчас нет такой проблемы. Вяжем для того, чтобы получать интересные, необычные изделия. Или их продавать. А кто купит шаблоны? Шаблоны. Мало кто сейчас покупает стандартные изделия. Проще действительно пойти купить. Или вам нечего надеть, потому что физически не купить. Ну, вот фигуры, особенности такие. Но чаще всего мы вяжем именно для эксклюзивности. Применяйте знания, которые мы вам предлагаем, для того, чтобы ваши изделия были ни на что не похожи. Не похожи на соседские. Вы были одна такая уникальная, эксклюзивная. Не забудьте подписаться на канал. И не пропустите следующие части создания нашего изделия. Потому что дальше я вам расскажу хитрости, как совместить полоски, чтобы они совпадали. И как соединить их так, чтобы между ними не просвечивала нить, которую мы их сшиваем. Это тоже очень интересно и очень поучительно. Я думаю, что вам понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!